Всем привет! Меня зовут Алина и мой несменный соведущий Виталик. Я Виталик. Сегодня мы вам расскажем о турецком кофе. Турецкий кофе завоевал свою популярность благодаря необычному вкусу, крепости, способам приготовления и сервировки. Но турецкий кофе это еще и история, уходящая глубоко, корнями в прошлое. И именно эту историю Алина вам сейчас расскажет. Кофе по-турецки это кофе самого мелкого помола из зерен арабики. Впервые кофе был привезен в Турцию в город Константинополь в 1550 году. И уже через столетия завоевал свое место в Османском дворце. Каждая церемония проходила с приготовлением турецкого кофе. А мужья оценивали своих потенциальных жен именно по умению приготовить турецкий кофе. Кстати, отголоски эти традиции сохранились и до наших времен. Берем типичную турку для кофе. На 100 миллилитров воды нам понадобится 3 чайные ложки кофе с горкой. Добавляем сахар и специи по вкусу. Заливаем водой комнатной температуры, но не холодной. Иначе кофе будет вариться дольше и появится небольшая горечь. Но и не горячую воду, так как кофе быстро закипит и не раскроет свой полноценный аромат. Все аккуратно перемешиваем до появления небольшой пенки. Ставим кофе на огонь и больше его не мешаем. Как только пенка поднялась, кофе можно снимать с огня и сразу же разливать по чашкам. Но кофе нужно дать отдохнуть ровно 1 минуту, чтобы осадок осел на дно, а кофе раскрыло свой полноценный аромат и вкус. Турецкий кофе обязательно подают со стаканом теплой воды. Также рядом будет какая-нибудь сладость, например, маленький окуп или шоколад. Самый известный производитель турецкого кофе – Мехмета Фенди. Этот кофе вы можете найти в любом супермаркете или на турецком рынке. Алина, теперь ты знаешь, как приготовить настоящий турецкий кофе. Да, спасибо, Виталик. Уже не терпится попробовать приготовить по твоему рецепту. Ну а вы, чтобы не пропустить самое интересное, подписывайтесь на все наши социальные сети. И ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok